Рабочий день сотрудника УФСИН Сергея Мещерякова закончен, но отдыхать он не спешит. Вот уже почти 30 лет вечерами Сергей оттачивает навыки борьбы в зале. Такая любовь к спорту передается в его семье из поколения в поколение. Лет в 7-6, наверное, даже. Отец привел, он как бы сам занимался в Рязани, в саммест. И вот он меня привел заняться борьбой к Михаилу Ильичу, к тренеру Казаресу. И как бы здесь вот, уже на протяжении, наверное, он долго времени тренируется. Недавно усердный труд принес плоды. Спортсмен занял третье место в личном зачете на чемпионате мира по самбо среди мастеров. В схватке за бронзовую медаль тембовчанин столкнулся с борцом из Казахстана и одержал досрочную победу, проведя болевой прием на руку. Однако это далеко не первая награда в карьере сотрудника СИЗО-1. Сергей поделился, какую из своих многочисленных медалей считает самой результативной. Результативный, лучший самый результат – это вот в Хорватии, в Пориче, в 16-м ходу было. Вот там в личном первый место занял, и в командное наследие мы тоже первый место заняли. Сергей также принимает участие в соревнованиях по джидо и рукопашному бою. При этом спортсмен не только тренируется сам, но и готовит подрастающее поколение. Роль наставника атлет взял на себя почти 15 лет назад и за это время понял, что сложнее – тренироваться самому или тренировать других. Детей сложнее тренировать. Сам уже знаешь к себе, что конкретно тебе нужно в данном этапе, а детям нужен подход. Ну, я с ним занимаюсь. Не то, что тренировать, а мы как бы снимаем. Так занимаемся всегда, как спарринг-партнер. Молодец, достиг там хороший результат. Всем желаю так, чтобы стремились дети, чтобы заниматься, брать с ним пример. Даже обучая других, Сергей никогда не упускает возможность отточить свое мастерство. Вместе со спарринг-партнером Андреем Говоровым он регулярно отрабатывает броски и борьбу в партере, чтобы всегда быть готовым к соревнованиям и просто поддерживать себя в форме. Сергей признается, что уже не представляет свою жизнь без тренировок. Я посмотрел за тренировочным процессом и решил сам принять в нем участие. Конечно, я не в спортивной форме, но для меня сделали исключение. Сейчас Сергей покажет мне, как выполнять простой бросок. Ну как? Тренер сказал, что удовлетворительно, можно считать, миссия выполнена. Конечно, постоянные ученики Сергея выполняют все элементы на отлично, и среди них есть много призеров различных первенств. Однако полностью переходить на тренерскую деятельность спортсмен пока не собирается. У него в планах еще много высот, которые надо покорить. Дмитрий Сергеев, Дмитрий Наякшин, Александр Щеднов. Область новостей.